Лето, жара, погода так и манит на пляж, охладится, понежится на солнышке. Вот только мало кто задумывается, что приятный отдых скрывает в себе массу подводных камней. Каждый заплыв, будь то водоем или бассейн, может стать последним. Взрослые должны быть предельно бдительными, отвечать не только за себя, но и за детей. Бывает так, что и родители приезжают, детей бросают, а сами отдыхают, веселятся, гуляют. Ну, соответственно, спасатели приглядывают. Вот в прошлом году мы таких четыре ребенка вытащили у нас спасатели, потому что бесхозные лезут в воду непонятно где. На это и нужны спасатели. В прошлом году в крае утонуло 65 человек, 8 из них дети. Большинство трагедий случилось летом. По словам спасателей, чаще всего гибнут на диких пляжах, где нет ни спасателей, ни уверенности, что дно реки безопасно. Главный фактор, приводящий к гибели детей на водоемах, это отсутствие должного контроля со стороны взрослых. То есть почти всегда ребенок оставался в опасности, без должного надзора. Либо дети в одиночку пошли куда-то там купаться на какую-нибудь речку, либо взрослые просто отвлеклись на какое-то время. Для предупреждения трагедии на воде в министерстве разработали специальное приложение и инструкцию для спасения утопающих. В текстовом и аудио формате объясняют, как можно спасти жизнь в случае беды. Нужно скачать приложение МЧС России. Здесь подробно описано, что нужно делать, если вы видите тонущего человека и какую помощь ему следует оказать, если его вытащили из воды и он находится без сознания. Прежде всего, говорится в памятке, нужно бросить тонущему человеку надувной круг или матрас. Если такого арсенала под рукой нет, то рекомендуется поднырнуть под тонущего, обхватить его сзади и вытащить на берег. И если пострадавший нахлебался воды и находится без сознания, начать сердечно-легочную реанимацию. Обучение навыкам реанимации относится к вопросам общественного здоровья. И на постоянной основе данную работу проводит Алтайский центр профилактики общественного здоровья. Центр готов сотрудничать со всеми муниципальными образованиями. И одной из форм может быть организация на ваших социокультурных мероприятиях в легкий период уголков по обучению сердечно-легочной реанимации. Существуют даже специальные правила поведения детей на воде, о которых стоит напомнить. Купаться только со взрослыми, не играть у обрыва реки, не заплывать глубоко, не нырять в незнакомых местах с мостов и обрывов. Не заплывать за буки, не играть в воде, не плавать на бревнах. А в случае экстремальной ситуации звонить по номеру 112. Это остров Помаскин, официально единственный в Барнауле бесплатный городской пляж. Каждый год перед его открытием водолазы тщательно обследуют дно реки и выносят свой вердикт. Осуществлена установка буйков для именно детской зоны и взрослой зоны. За, соответственно, буйки заплывать нельзя. А четыре спасателя это в смену? Совершенно верно. Все, побежали, отлично! А это еще один Барнаульский пляж «Водный мир». Ежедневно в купальный сезон его посещают сотни человек. На пляже есть отдельная детская зона от 70 до 130 сантиметров глубиной. Кстати, на водоем ребенку без сопровождения взрослого не попасть. Зачастую дети сбегают на дикие пляжи, рассказывают спасатели. А там стихия пощады не знает. Захлебнул водички и все, и он уже не может с этим справиться. Паника начинается? Да, начинается паника. А для ребенка и 40 сантиметров, чтобы утонуть, это вполне достаточно. Ни один утопающий не кричит, потому что его задача выжить. И рот закрывается автоматически, сжимается, чтобы больше воды не хлебнули. Чем больше он нахлебался воды, тем быстрее он уйдет на дно. Кстати, опасность несут не только открытые водоемы. Далеко ходить не надо. Меньше месяца назад в Кузбассе в каркасном бассейне утонул двухлетний ребенок из Алтайского края. Родители отвлеклись всего на пару минут. Любое соприкосновение ребенка с водой может нести риски гибели. Естественно, такой большой объем воды, в котором ребенок, например, начальной школы или подросток будет неконтролируемо находиться, также может привести к трагическим последствиям. В нашем регионе за прошлый год зафиксировано два таких случая. Ну и не могу не сказать, конечно, об огородном сезоне. Дело в том, что если мы говорим о ребятишках раннего возраста, которым один, два, три, четыре годика, они могут утонуть даже в любых емкостях на вашем приусадебном участке. Еще одна детская летняя забава – это фонтаны, которые иногда в городе все-таки включают. Купаться в них категорически запрещено. Здесь легко поскользнуться, удариться о металлические элементы и получить серьезную травму. Риск утонуть в фонтане, конечно, минимальный, но тоже есть. Спасатели, уполномоченные по правам ребенка, социальные службы, власти призывают родителей быть предельно внимательными к своим детям. Судслужбы по возможности курируют неблагополучные семьи, но любая не застрахована от беды. И поэтому всем родителям нужно, отправляясь с детьми на пляж обязательно, надевать на них спасательные жилеты, либо надувные нарукавники. Даже такие, казалось бы, простые меры безопасности помогут избежать трагедии, сохранить жизнь.